Сегодня украинский генпрокурор. И сегодня новые жертвы в результате боя под Славянском. Он идет уже несколько часов. Все подробности узнаем у Евгения Поддубнова. Он на прямой связи со студией. Женя, добрый день. Вот сообщается, что ополченцы в ходе боя сбили вертолет Ми-24 и уничтожили несколько БТРов. Что вам об этом известно? Да, Марат, действительно информация о том, что бойцы народной самообороны сбили боевой вертолет Ми-24, подтверждается. Более того, есть свидетели этому. И в ближайшее время мы получим видео, как бойцы народной самообороны сбивают вертолет. Вообще, сегодня утром, около пяти часов утра, украинские силовики возобновили активную фазу операции здесь, в Славянске. В небо поднялись вертолеты, штурмовая авиация, начала работать бронетехника. Украинские силовики начали обстрел ключевых позиций бойцов народной самообороны на окраинах Славянска. В первую очередь в Семеновке, в населенном пункте Андреевка, также на Черевковке. Суть это главные выезды из Славянска. И вот стоит сказать, что мы располагаем подробностями боя в Семеновке. Так известно, что украинские силовики пытались дважды штурмовать позиции бойцов народной самообороны. Проводили артиллерийскую подготовку, стреляли из тяжелых гаубиц самоходных артиллерийских установок «Акация» калибр 152 мм. Использовали 120-мм минометы, активно применяли 30-мм пушки. Также после артиллерийского обстрела начала работать авиация. В Семеновке обстреляли вертолеты Ми-24, в небо были подняты самолеты Су-25 и Су-27. Авиация нанесла удары по позициям бойцов народной самообороны, после чего бронетехника двинулась на блокпосты. Стреляли из танков, стреляли из 122-мм орудий. Ополченцы достаточно давно удерживают Семеновку, успели там окопаться. Но есть сообщение о жертвах среди бойцов народной самообороны. Так в частности известно, что в результате попыток двух штурмов погибло два человека в Семеновке. Несколько получили тяжелые ранения, их доставляют в госпиталь в Славянск. Оказывают первую необходимую помощь. Сейчас в Семеновке относительное затишье. По данным бойцов народной самообороны, украинская армия использует это время для того, чтобы перегруппироваться. И сейчас там ждут третью попытку штурма. Также стрельба была слышна в районе железнодорожного вокзала Славянска. Это направление в сторону Андреевки. Украинские силовики били из артиллерии с господствующей высоты горы Карачун. До сих пор слышны звуки артиллерийских залпов, также стрельба из автоматического оружия. По сути сейчас со всех сторон идут локальные боестолкновения. Теперь главный вопрос. Когда украинская армия будет готова перейти в наступление? Судя по той активности, которая наблюдалась сегодня в первую половину дня, украинские военнослужащие готовятся штурмовать город. Для этого им необходимо взять под контроль позиции бойцов народного ополчения на въезда в город. Марат. Евгений, но вот как раз информация касающаяся возможного нового штурма. Подтверждается ли новость о том, что очередная колонна бронетехники усиленная движется к городу? Марат, как я уже сказал, украинские силовики используют танки, бронетранспортеры, боевые машины, десанты для того, чтобы штурмовать позиции бойцов народной самообороны. Накануне дополнительная бронетехника была стянута к населенному пункту Малиновка на гору Карачун. И сейчас в ходе этой утренней операции украинская армия активно использует танки и бронетранспортеры. Действительно было замечено движение бронетехники в сторону Славянска. Более того, были слышны залпы из танковых пушек. Танки стреляли по позициям в населенном пункте Семеновка, а также по позициям в населенном пункте Андреевка. Стоит сказать, что украинские силовики активно используют беспилотники для того, чтобы проводить разведку местности. Над Славянском сегодня все утро кружил беспилотный летательный аппарат. Бойцы народной самообороны располагают вооружением, которое позволяет сбивать самолеты. В частности, в их распоряжении есть приносные зенитно-ракетные комплексы. Зенитные установки, они активно сегодня стреляли в сторону и вертолетов, и самолетов. По непроверным данным, также был обстрелян самолет Су-25, так называемый «Грач», это бомбардировщик. Но вот пока данные уточняются о повреждениях этого самолета. Также бойцы народной самообороны сообщают, что украинские силовики несут значительные потери. В населенном пункте Семеновка пока сводных цензур как с одной, так и с другой стороны не поступало. Марат. Да, Женя, спасибо.